Она мне не подруга, но я не могла ей отказать, Аликс. Мария Эмилия, то, что произошло в её доме, лишило меня всякого доверия к ней. Ты очень наивная, а у меня есть некоторые подозрения. У меня тоже они были, но она пришла извиниться, и мне показалось, что она искрена. К тому же, она, по сути, ничего такого мне не сделала, потому что в конечном итоге всё обернулось для меня очень хорошо. Очень-очень. Как это очень хорошо? Да так. Несмотря на то, что я не справилась со своей ролью и даже поздорилась с твоими знакомыми, ты всё же предпочёл меня? Ты доказал, что действительно меня любишь. Любовь моя, ты для меня самое главное. Я даже был готов переступить через отца. А что касается Марси? Она уверяет, что делала всё из добрых побуждений, и я не хочу её осуждать. Лучше ошибаться, чем быть несправедливым. К тому же, из всех твоих знакомых, она единственная, кто захотел со мной общаться. Это хорошо? Ну, не знаю. Я люблю тебя, Алик. Люблю. А я тебя. Когда мы пойдём искать дома, покупать вещи? Как насчёт завтра? Давай лучше послезавтра. Мне надо срочно закончить работу. Хорошо, дорогой? Честно говоря, я бы хотел, чтобы ты оставила эту работу. Спасибо. 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 Работать тебе совершенно незачем. Я хочу, чтобы ты полностью принадлежала мне. Это было бы чудесно. Но ты же знаешь, что я дома и за маму, и за папу. А если я буду давать деньги, чтобы... Нет. Нет, я тебе уже говорила. Пока мы не поженимся, я не приму от тебя ни сентава. Всё. Не надо. Ты невыносима. Кто бы мог подумать, что у меня будет такая безупречная невеста. Нет, дорогой, не заблуждайся. У меня недостатков, что родим их пятен. Недостатки меня не волнуют, а вот родинки... До смерти хочется их пересчитать. Сколько их у тебя? Скажи мне, сколько их у тебя? Об этом узнаешь только, когда мы поженимся. Это издевательство. Кошмар какой-то. Видеть, но у меня нет телефона. Как мне было поступить? Позвольте, я всё объясню. Я поехал пораньше домой, чтобы постирать одежду. А когда приехал, то, представляете, дым столбом, все бегают. И тут я понял, что дым валит из дома моей тёти, тёти Руденсии. Я не раздумываю, бросился туда. Когда прибежал, то тётю уже вывели, а вот ребёнка нет. Что ещё? Ну, мне пора. До свидания, Мария Эмилия. Спасибо за всё. Не за что. Передавай привет бабушке. Помни, о чём мы договорились. Пока. Пока. Уехали? Да. Не могу спать в твоей комнате. Мне больше нравится здесь, несмотря ни на что. Да. Надо уговорить бабушку поесть. Оставь её. Когда проголодается, то подметёт всё. Ты же её знаешь. Нет, Гуча. Её достоинство не позволит ей это сделать. Я должна уговорить её из-за диабета. Если она не поест, ей будет плохо. Ну и терпение у тебя, сестрёнка. Спасибо. Идём, Моника. Что за спешка? У меня есть обязанности, Моника. Меня давно ждут на работе. Опять расставаться. Я бы всё отдала, чтобы быть с тобой весь день. Я тоже. Если бы я только мог взять тебя с собой. Какое это было бы счастье. Ты очень любезен. Я рада, что твоя злость на меня прошла. Не думай, что она исчезла без следа. Не будь таким, Алекс, дорогой. Не прислоняйся ко мне. Вокруг полно машины. Я должен сосредоточиться. Пригласи меня пообедать. Я ужасно сегодня пообедала. То есть позавтракала. И мне хочется есть. Я уже обедал. Ну тогда составь мне компанию, выпей что-нибудь. Здесь по дороге много хороших ресторанов. Мы могли бы зайти. Алекс, а это разве не машина твоего отца? Да, его. Давай, зайдем. Он должен быть здесь. Давай устроим ему сюрприз. И вот я сорвал рубашку, замотал голову и бросился в дом. Вокруг дым, огонь. Ничего не видно. Вдруг слышу, племянник плачет. То есть мой кузен, я хватаю его? Какой ты герой? Это еще не все. Ладно, ладно, все ясно. Хватит героизма и мыльных опера. Папа, по-моему, ты должен дать ему шанс. Папа. Ну хорошо, но только потому, что ты меня просишь. А я ненавижу сидеть за рулем. И чтобы больше это не повторилось. Ступай, заводи машину, я опаздываю. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. Не понимаю, почему надо было лишать меня этого удовольствия. Что плохого в том, если бы мы поставили машину и зашли? Отец мог бы подумать, что я его проверяю. Проверяешь? Почему он должен так думать? Оставим, это хорошо. Просто я подумала, что мы могли бы пропустить по бокалу вина втроем, раз Франциска больше не просерится своим отношением с Марией Мили. Мы это уже отметили, не так ли? Марсия, скажи правду, ты действительно рада, что мы с Марией Мили поженимся? Конечно, Алекс. Почему ты в этом сомневаешься? Не знаю. Признаюсь, ты несколько сбил у меня с толку. Ты не доверяешь мне. Это несправедливо. Твои слова обижают меня. Я этого не заслуживаю, клянусь. Я устроила вечеринку из добрых побуждений. Это правда, что в какой-то степени я повлияла на выбор наряда Марией Мили. Он был несколько вызывающий. Но понимаешь, она всегда такая серенькая. Я подумала, что если подчеркнуть ее индивидуальность, то это вызовет иное отношение к ней. Я этого добилась? Нет. Все издевались. Не подтасовывай факты. В чем моя вина, если она такая заторможенная? А люди оказались жестокими и посмеялись над ее неловкостью. Поймялись. Я не в силах была изменить ситуацию. Ты же отлично знаешь эту публику. Они твои друзья? Были. А теперь нет. Ты не должен принимать все это так близко к сердцу. Они всегда ищут кого-нибудь, над кем можно посмеяться. А заметив нервозность и застенчивость Марией Мили, они выбрали ее. Но я ее постоянно защищала, Алекс, поверь. Своей суровостью ты ранил мне душу, потому что я этого не заслужила. Незаслужила. Не заслужила. Пойми ты это. Извини. Возможно, я был слишком суров с тобой. Но в тот момент я был в бешенстве. И мне надо было излить свое негодование. Ты выплеснул его на невинного человека. Именно на того, кто ничего плохого не сделал. Более того, я пыталась оправдать Марию и Милию в глазах наших друзей. Чтобы происшествие не отразилось ни на ней, ни на тебе. И чтобы ты не утратила авторитета в обществе. Меня мало волнует мой авторитет в обществе и что там будут говорить. А также, что будут думать те, кто называет себя нашими друзьями. Это не друзья, а кучка лицемеров. Никто из этих дураков и дур не заслуживает...